Если бы в конце 19 века мы не нашли нефть в больших количествах, то наверняка человечество истребило бы и китов, и прочую остальную живность. Потому что паровозы смазывались китовым жиром, и первые автомобили ездили, извините, не на бензине, а на газолине, то есть продукте, возгонке каменного угля. Соответственно, говорить о том, что сейчас из земли качается синтетическое масло, это бред сивой кобылы. Потому что синтетического масла в природе не существует, существует обыкновенная минералка, потом ее возгоняют различными приборчиками и всем остальным. Естественно, это добавляет цену, и достаточно немало. Естественно, самые экономные и самые умные, допустим, американцы, которые имеют самый большой в мире парк автомобилей, прекрасно ездят и на минералке, и вообще не квакают. Да, и самые интересные гонки, и это тоже на минералке. То есть есть реальная возможность, ну, просто тупо экономить. С учетом того, что в ближайшем времени появятся электромобили, вопрос о использовании дорогих масел, он вообще сам с собой пропадает. Ну, тут уже вам решать, стоит ли за 2000 менять только масло, или за 2000 это искомая сумма поменять и сделать практически весь ТУГО. Здесь, в сервисе «Феникс». Как его найти? Это очень просто. Я нахожусь на химчистке, то есть внизу химчистки, в сторону вокзала. Спускаемся и меняем свои масла и жидкости за копейки. Самое забавное, что фраза «Оригинальные запчасти» стала крутым отмазоном. Этой фразой лечатся все. Бизнесмены, учителя, пенсионеры и так далее. Слово «Оригинальные запчасти» и масла, ну, чтобы понятно было. Кладывается недешевая аренда торговой точки с евроремонтом, лизинговый или кредитный плодеж за автомобиль, и тупое желание поиметь еще большей денежки от вас. А сейчас будет очень больно и правильно. Производители бензина, я имею в виду заводы, и не фирменные, и не раскрученные, в трое меньше Америки, в 20 раз больше, чем в России. Производителей масел в мире более 200. Масел, прошедших высочайшие стандартизационные требования. Разницы в качестве этих масел нету. Они абсолютно одинаково смазывают и защищают ваш двигатель. Разница в цене и пропиаренности. В нашем случае на российском рынке. На таких вот сказках до недавнего времени шикарно жили дилерские центры, проще гаражи с евроремонтом, при магазинах, платящих немалый откат за дилерство и за фирменный бренд. Вообще-то, если честно, платили-то вы, клиенты. И самое забавное, что некоторые продолжают платить. Самые умные, пронырливые и смышленые от этого дебилизма уже отошли. Радует то, что таких становится больше. И они выбирают мобильные, быстрые и недорогие сервисы. Как Феникс, например. Мы работали на маслах, скажем так, альтернативных и пока еще недостаточно раскрученных. Они раскручены, естественно, и в Канаде, и у себя на родине, в Италии. Как показали себя эти масла? Ну, эти масла, в принципе, зима-то довольно-таки холодная. Сейчас вот морозы. Ну, практически все машины на них заводились. Хотя и цена у них не особо дорогая. То есть, разницы-то особо нет, получается? Если это минералка, синтетика или полосинтетика, в чем загвоздка основная? Ну, масло-то, в принципе, производится с одного масла, скажем так. Просто, допустим, в синтетике там больше и качественнее присадки, чем в полосинтетике или в минеральном масле. Просто, допустим, если брать минеральное масло или полосинтетик такой же вязкости, как синтетика, то получается это, по большому счету, одно и то же. Единственное, что если, допустим, машина новая, и хозяин хочет ездить на лучшем масле, конечно, лучше залить синтетику, в ней больше присадок. А так можно и поменять минералку в два раза быстрее. И, в общем-то, на то и приходится? Ну, конечно, минеральное масло. Просто на нем надо есть, допустим, не 10 тысяч, а 8 тысяч. А так-то суть-то одна и та же получается. Ну, естественно, какие масла вольете? Есть ли у вас премиум масла или вот такие вот экономичные? У нас и премиум есть, Кастрол, Бридж, Петролиум. Там экономичные масла Петроканада, Манол, Аджик. Сколько по деньгам получается, допустим, поменять премиум масло, залить отличное Петроканада, либо Аджик, ну, или что-нибудь подешевле? Ну, допустим, премиум масла, вот, кстати, вот Nissan Note, обходится масло, промывочное масло, масляный фильтр 1580. Это если снимать защиту. Вот, если, допустим, заливать Петроканаду, ну, рублей на 400 будет дешевле. Ну, понятно, масло залить особо ума не надо. Две пробки откручиваешь, нижнюю сливаешь, можно не сливать, в принципе. Фильтр открутил, поменял промывку. Ну, это так, обычные процедуры, ума не требующие. Но мы сейчас постепенно понимаем то, что на автомате ездить гораздо комфортнее. Что если, допустим, мы прокатались 20-30 тысяч километров, и машина начала дергаться, значит, инжектор надо помыть. Вы это делаете? Конечно, делаем в этом районе. Кстати, у нас, наверное, у единственных весь такой спектр услуг, где меняют масло в автоматической коробке, передач, промывка, инжектора, тормозная жидкость на стенде, там, с АБС без разницы, все меняем. Антифриз тоже меняем, тоже на стенде. Потому что не на всех машинах можно слить через пробку сливную на двигателе. На некоторых машинах просто нет, поэтому меняется на аппарате. Вы перечислили практически все процедуры, которые связаны с плановым техническим обслуживанием. А если, допустим, у человека, ну, ремень ГРМ надо поменять? Ремень ГРМ, колодки, это, в принципе, все есть в наличии, фильтра любые, все это есть. То есть полное техническое обслуживание, без заезда в дилерский центр, во сколько дешевле? Ну, если так уж, положа руку на сердце. Ну, в два раза дешевле, это, скажем, точно. Как минимум? Да, как минимум в два раза дешевле. А выгода-то может быть и в три раза, да может быть и в четыре, если с головой подходить. То есть, ну, не сразу на амбразуры, а чуть-чуть подумать. И тогда не будет гололеда, тогда просто можно огневую точку закидать. Ну, это из тактики я вам уже рассказываю. То есть, можно подобрать нормальные дубликаты, точнее, не дубликаты, а замену масел, которые стоят недорого. Конечно, вам сложно что-то выбрать, потому что, ну, ленивые магнитогорцы. Хотя, почему ленивые? Вот Петроканаду уже все полюбили. Осталось полюбить другие американские масла. Чисто американские, типа шеврон. И не заморачиваться, и заливать себе вместо дорогой европейской, ну, смазывающей субстанции, почему бы и не Эджип.